Легкие и неприхотливые, с высокой скоростью и возможностью передвижения в труднодоступных местах два квадроцикла отправлены в зону спецоперации. Почему светомузыкальное шоу в Центральном парке работает с перебоями, а графики работы новой достопримечательности Черкеска в нашем сюжете? Неповторимый симбиоз спортивного азарта и старинных народных промыслов на перевале Гумбаши прошел ставший уже традиционным конкурс косарей. Чем вдохновляются художники, в каком стиле написаны картины в картинной галерее Черкеска открылась персональная выставка «Мелодия души» Кулины Кубановой. Здравствуйте на телеканале Россия 24, информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Жентьозов. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравил многодетную семью Евдокимовых из Усть-Чигутинского района с наградой от президента Российской Федерации Владимира Путина Орденом Родительская Слава. Награду они получили за заслуги в укреплении Института Семьи и Воспитания Детей. В семье Сергея и Инны воспитываются 8 замечательных детей – Аделина, Иван, Вероника, Николина, Евника, Михаил, Есфир, Мелиса. Евдокимовы не только большая, но еще и очень творческая семья. Все девочки, за исключением еще маленькой Мелисы, играют на скрипке, а также помогают маме готовить десерты. Мальчишки, как настоящие мужчины, помогают отцу с ремонтом и даже создают мебель для дома. Воспитать ребенка в современном мире непросто, а когда большой семье удается вырастить любящих, целеустремленных, талантливых детей, настоящих патриотов своей страны, это дорогого стоит. От души поздравляю с заслуженной наградой. «Пусть в семье всегда царят радость и счастье. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов», – говорится в поздравлении главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в зону специальной военной операции ребятам из нашей республики был отправлен еще один груз поддержки – два квадроцикла. Груз был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Постоянная связь с бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. «Квадроциклы – незаменимая техника в зоне проведения спецопераций из-за легкости и неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах. Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается, и сегодня важно объединить все усилия и возможности для того, чтобы поставленные задачи были выполнены. Мы ждем наших ребят домой с победой», – отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. «В связи с обращением командования 34-й мотострелковой бригады по поручению главы Карачаева Черкесской Республики, а также решением единого республиканского штаба по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, были приобретены две единицы техники, а именно два квадроцикла российского производства. Данные квадроциклы в дальнейшем будут переданы нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО». «В первую очередь хочется сказать, что потребность в квадроциклах очень большая, потому что непосредственно мобильность позволяет подразделениям эффективно выполнять поставленные задачи. Простота в использовании позволяет любому солдату, даже без специальной подготовки, который один раз в жизни увидел, как пользоваться этим транспортным средством, сядет и поедет. Проблем в этом нет». «Ну, хочется отдельно поблагодарить главу Карачао-Черкесской Республики за оказанную помощь, а также заместителей, которые непосредственно принимали участие в этом. Ну, естественно, всех тех, кто не остается в стороне, всех тем, кому небезразлична судьба нашего государства». Многих жителей и гостей Черкеска беспокоит вопрос, почему светомузыкальное шоу в Центральном парке происходит не ежедневно. Люди с семьями приходят полюбоваться вечерним фонтанным представлением и расстраиваются, если ожидание оказывается напрасным. О графике работы новой достопримечательности региональной столицы узнавал наш корреспондент Артур Мхце. Перед просмотром такого светомузыкального шоу люди заранее занимают места в Центральном парке Черкеска. И происходящее никого не оставляет равнодушным. Но за этим воздушным и, без сомнения, сказочно красивым действом кроется труд многих людей. С представителем обслуживающей фонтан организации идем по коридору, в конце которого находится, так сказать, сердце сооружения. И вот мы уже под фонтаном. В этом помещении вся техническая часть конструкции, в том числе 14 насосов, которые подают в воду форсунки. Это получается пульт управления четырьмя насосами. Это частотные преобразователи, на которые уже приходит импульс, и они подают, получается, сигнал на насос. И уже, ну, получается тут мощность от 0 до 50 Гц. И уже в зависимости от мощности выходит высота струи. Водные композиции фонтана формируют более 600 струй. Самые высокие достигают 10 метров благодаря работе одного из насосов. Но чтобы видимая красота оставалась долговечной, за чистотой конструкции нужен постоянный контроль. Поэтому промывка системы проводится два раза в день, а с применением химии – дважды в неделю. И это делается для того, чтобы в жаркую погоду вода не цвела. Поэтому купаться в фонтане, а тем более пытаться утолить с его помощью жажду, ни в коем случае нельзя. Если засоряется фонтан, какие-то сигналы появляются, что необходимо провести работу? У нас расположена система фильтрации, четыре насоса фильтрации, у которых, получается, стоит фильтр губой очистки. Ну и в который вся грязь, которая заходит, в котором собирается. То, что мы чистим, получается, периодически, каждый день ребята два раза в день производят очистку этих фильтров. В случае поломки какой-то детали замена происходит в кратчайшие сроки, поскольку почти всё необходимое находится под рукой. Однако надо понимать, что после таких светомузыкальных представлений, которые видят зрители, фонтанному сооружению необходима профилактика. Именно поэтому при ежедневной работе с 8.30 до 22 часов посмотреть шоу с использованием музыки и света можно только в среду, пятницу и в выходные, но в 8.30 вечера. Фонтан предрасполагает светомузыкальное шоу, а раньше 8.30 смысла делать его нет, потому что 50% той красоты, которую даёт фонтан, это именно светомузыкальное шоу. На данный момент есть 4 композиции, и ещё 16 уже в работе. То есть к 1 сентября у нас уже будет около 20 композиций, которые будут меняться. Допустим, в среду будет один, допустим, как жанр, в пятницу другой, в субботу другой, ну и чтобы разные жанры были. Всё идёт к тому, что в недалёком будущем у ценителей того или иного жанра музыки будет свой день для посещения Центрального сквера Черкеска. Пока же светомузыкальные шоу, новые достопримечательности региональной столицы собирают всех, у кого есть свободное время и желание лично увидеть красочное представление. Артур Махцер, Анастасия Лой, Вести, Карачаево, Черкесия. Конкурс, хоть и называется районным, соревнования являются открытыми. Принять участие может любой желающий. Соответственно, с каждым годом растёт не только количество конкурсантов, но расширяется и география участников. Если в прошлом году участвовали 13 человек, то в этом необычные состязания собрали 25 претендентов на звание лучшего в старинном ремесле. Мы не только этот конкурс возрождаем в нашем районе. Это и конный спорт, это разные переходы и другие виды спорта. Цель, конечно, у нас одна, чтобы эти традиции сохранились, чтобы молодёжь знала свои корни, свои традиции. Очень много молодёжи сегодня участвует в этих конкурсах. Помимо представителей всех муниципальных районов, Карачаево-Черкесии в этот раз продемонстрировать своё мастерство в ручной козьбе приехал единственный представитель соседнего Ставропольского края. Самому юному участнику 17, а старшему 65 лет. Территорию одного гектара с четвертью специальная комиссия разбила на участки по 5 соток. Ну а кому какой достанется, конкурсанта определяли путём джеребьёвки. Участок под первым номером достался ведущему главной информационной программы Республики Вести Карачаева-Черкесия Руслану Жукаеву. Для меня в этих соревнованиях главная не победа, а участие, признаётся наш коллега. Настрой очень хороший, постараемся не ударить в грязь лицом. Сенокосы это, во-первых, полезно для здоровья, во-вторых, это полезно для твоего подсобного хозяйства, для твоей скотины. Ну и плюс к тому, это, я считаю, традиционный вид спорта для карачаевского народа. Кроме скорости, судейская коллега крайне тщательно оценивала и качество козьбы. Стерня после укоса не должна превышать 5 сантиметров, а волоки должны быть максимально ровные и недопустимо под ними оставлять нескошенной травы. В течение времени, меньше часа, вся территория была скошена. К качеству козьбы у судей вопросов не возникло. В этом плане задачи справились все. Суда удовлетворением отметил главный судья соревнований Руслан Глимготов. Все справились с этими участками, нескошенных участков не осталось. Конечно, у кого-то лучше, у кого-то быстрее, кто-то помедленнее. Это так и должно быть. Пока судейская коллегия состязания определила призеров и победителей, праздничное настроение гостей мероприятия поддерживала разнообразная концертно-развлекательная программа от артистов и творческих коллективов, организованная Управлением культуры районной администрации. И, как определили эксперты, серебро состязаний и денежный приз в 50 тысяч рублей досталось жителе аула Нижняя Мара Энверу Лепшокову. Третье место и 20 тысяч рублей забрал житель аула Верхняя Мара Ренат Дудов. Ну а лучшим косарем 2023 года признан житель аула Нижняя Тиберда Мурат Чумаев. Победителю вручили денежный приз в 100 тысяч рублей. Молодой человек признается, что он специально готовился и тренировался, хоть и знаком с козьбой вручную с самых юных лет. Не первый год участвую. Сказали же, каждый год будут соревнования делать, поэтому в прошлом году тоже участвовали. Второе место взяли. В этом году чуть нормально потренировался. Соперники все, конечно, достойные, хорошие. Организаторам тоже большое спасибо. Как поведали организаторы, в планах вывести конкурс на общереспубликанский уровень уже официально. Ахмад Халкевичев, Олег Малхожев, Вестикарачаево-Черкесия, Карачаевский район, Перевал Гумбаши. В картинной галерее Черкеска открылась персональная выставка «Мелодия души». Автор работ Кулина Кубанова, член Союза художников Карачаева-Черкесии. Чем вдохновляются художники, в каком стиле написаны картины, узнавала Дарья Тендит. Более 40 живописных работ от пейзажей до сюжетных композиций в различных жанрах и направлениях Кулины Кубановой представлены на выставке. В основном художница работает в стиле импрессионизма с элементами экспрессионизма. Кулина Кубанова поделилась, что вдохновляется она окружающим миром, выставками и своими детьми. В определенном стиле я не могу сказать, что у меня есть определенный стиль. У меня есть и реализм в моих работах, и абстракция, и сюрреализм, и импрессионизм с элементами экспрессионизма. Родилась Кулина Кубанова в Черкесске. Еще со школы Кулина хорошо рисовала и выбрала профессию художника, успешно окончив художественно-графический факультет Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Будучи студенткой, она участвовала в республиканских, региональных, всероссийских и международных выставках. Название «Мелодия души» было выбрано не случайно. Это выставка отображения окружающего мира через яркие краски. Долгое время я как-то не решалась, если честно, на персональную выставку. Но спустя некоторое время я решила просто показать народу свои работы, рассказать о себе, дать знать. Ведь если художник о себе не говорит, о нем и не знает народ. Картины притягивают своеобразием ярких красок и энергичных пастозных мазков. Пройти мимо, не рассмотрев детально каждого, очень сложно. Гости из Швейцарии приехали в нашу республику на каникулы. Они посетили выставку и поделились впечатлениями. «Мне очень нравится здесь. Я люблю краски, и поэтому мне нравится это, что это не плохо. Ему очень нравятся краски, и вот эти картины прямо с левой стороны, ему больше всего нравится, потому что такое разное эмбразие красок». Желающие окунуться в мир импрессионизма с элементами экспрессионизма могут посетить выставку до 18 августа. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Совсем недавно в Карачаево-Черкесии прошел 32-й фестиваль «Горные вершины». Но впервые конкурс бардовской песни проходил не в Дамбае, а в другом известном курорте – Архызе. Предлагаем вашему вниманию специальный репортаж с фестиваля Ольги Савенко. А я с вами прощаюсь, хорошего вам настроения и всего доброго.